Раз в год депутаты городского совета совместно с городским отделом по чрезвычайным ситуациям совершают инспекционно-ознакомительную поездку, чтобы на реальных примерах увидеть работу спасательной службы. В этот раз первой точкой стала средняя школа номер 5. Здесь занятием по основам безопасности жизнедеятельности уделяется большое внимание в течение всего года. Цель – подготовить ребенка к нестандартной ситуации, научить правильно вести себя при пожаре. И все же особый интерес у детей вызывает урок с инспектором. Такие занятия очень полезны, в первую очередь по той причине, что и проводят специалисты. Одно дело, когда это рассказывает классно руководитель, привычный учитель для них человек, а другое дело, когда это профессионал своего дела, и тогда дети это воспринимают все намного, конечно, серьезнее. Я считаю, что работник МЧС как минимум раз в месяц должен посетить учреждение образования для того, чтобы дети закрепляли знания. Одно дело, когда они слышат от своих преподавателей, педагогов, другое дело, когда они видят в форме сотрудника МЧС, восприятие совершенно другое. И дети лучше закрепляют и получают знания, когда работаем с ними мы в тесном взаимодействии с работниками образования. Не растеряться и правильно позвать на помощь. Такая задача ставится и при работе с совсем маленькими горожанами. В Ясляхсаду номер 61 работу с малышами проводят опытные инспекторы городского отдела по чрезвычайным ситуациям. Их задача – отработать с детьми алгоритм действия. Малыши заучивают номера телефонов экстренных служб и правила поведения. Учитываем возрастные способности детей. Если это детские сады, начальные классы, тогда мы стараемся донести это через игры, загадки, конкурсы, викторины. Естественно, детей нужно поощрять для того, чтобы они лучше усваивали необходимые знания. Если дети старше, мы разрабатываем различные викторины, брейринги проводим. То есть, если классы постарше, то еще даже приводим в пожарные части и приводим конкретные примеры различных чрезвычайных ситуаций, которые послужили несоблюдением правил пожарной безопасности. Рассказываем, как тушат, чтобы все на примере. Учитываем программу ОБЖ, тесно взаимодействуем. Переходим для того, чтобы дети не только отходили от программы, а как можно шире ее узнавали. Информационная работа с населением – важная, но не основная часть деятельности городского отдела по чрезвычайным ситуациям. В этом депутаты убедились, побывав на предприятии «Санта-Холод». Сотрудники МЧС продемонстрировали ликвидацию условной химической аварии по выбросу аммиака. Условия максимально приблизили к реальным, сымитировав ситуацию, которая произошла в мае 2017 года на Брестском заводе бытовой химии. Тема обеспечения безопасности жизнедеятельности города и его жителей в числе приоритетных. Для того, чтобы это не случилось, надо постоянно эти вопросы держать в курсе. И вот сегодняшние учения с участием показательным для депутатов, я думаю, будут являться еще одним хорошим слагаемым звеном в рамках подготовки службы к их ликвидации. Для информирования населения о чрезвычайных ситуациях в городе установлено 50 электрических сирен. Ежедневно на дежурство выходят 4 подразделения и пожарная аварийно-спасательная бригада, а также 11 единиц специальной техники. Как заверил депутатов начальник городского отдела Виталий Кулинич, ситуация находится под контролем 24 часа в сутки. И задача депутатского корпуса – донести до своих избирателей информацию, полученную из первых уст. Депутатов мы знакомим ежемесячно, именно с работой подразделения городского отдела, с обстановкой с пожарами, что предпринимается по предупреждению пожаров. Ну вот такое вот расширенное выездное пленарное заседание раз в год. Основная цель выездного заседания – это показать депутатам, как работают органы подразделения по чрезвычайным ситуациям, в обучении населения, в обучении учащихся, в обучении ребят дошкольного возраста по вопросам или по основам безопасности жизнедеятельности. Чтобы люди видели и, может быть, где-то в встрече с населением, в встрече с трудовыми коллективами рассказали, как это все проводится. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.